В Казахстане на 75% возросла преступность. Такие данные озвучили в Комитете правовой статистики при Генеральной прокуратуре. Однако там считают, что рост связан не с ухудшением криминогенной обстановки, а с действием нового уголовного кодекса. Ныне предпринимателя, в прошлом начальник отдела областного ГАИ Олег Абаев показывает простреленный автопогрузчик. Неизвестные устроили стрельбу перед его магазином. Мужчина рассказал, что по стеклам магазина уже стреляли раньше. А еще сейф с деньгами выиграли и машину дочери сожгли. Не могу это утверждать, но люди-то говорят, что сейчас везде крышуют и мощно крышуют их. Раньше в органах работали у нас не было такого, а сейчас это сплошь и рядом. Предприниматель считает, что преступники чувствуют себя как никогда вольготно. Его слова подтверждают и данные Комитета правовой статистики. По результатам двух прошлых месяцев число правонарушений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 75%. Только в Караганинской области зарегистрированы более 6,5 тысяч уголовных правонарушений. Однако в прокуратуре уверяют, что связано это не с плохой работой правоохранительных органов. Законодатель отказался от стадии доследственной проверки и возбуждения уголовного дела. Сейчас вся регистрация заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях сразу регистрируется в единый реестр досудебных расследований. С чего начинается регистрация у нас правонарушений. Караганинский правозащитник Юрий Гусаков считает, что изменения к лучшему. Ведь теперь ни одно заявление не пропадет из поля зрения прокуроров. Не будет доследственных проверок лишь досудебное расследование. У сторон с момента подачи заявления появится юридический статус обвиняемого и подозреваемого, а это права и гарантии. Уменьшится число коррупционных действий, потому что произвольных течений с этими заявлениями было достаточно много. В кавычках разводов, да, то есть либо одна сторона, либо вторая сторона вроде предпринимает действия для того, чтобы все покончить миром. К разряду уголовных теперь перечислены преступления в компьютерной и медицинской сфере. Поэтому самый большой рост правонарушения небольшой тяжести. Однако статистика гласит, что и тяжких, и особо тяжких преступлений тоже стало больше. За последние сутки криминальным рекордсменом стал Алматы, следом Павлодар, а потом Кустанай. Спокойнее всего было в Атырау.